Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как живется в России мусульманам? Очевидно, они чувствуют себя здесь не слишком свободно. После многочисленных терактов многие россияне относятся к ним с опаской. Сегодня у нас в гостях житель нашего города. Мусульманин Исфант. Здравствуйте, Исфант. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить о том, развеять мифы о мусульманах. Скажите, вы чувствуете на себе косые взгляды? Как местный житель я уже давно здесь живу, лет 30 уже, наверное. Меня так как бы все знают тоже. И я это не чувствую на себе, косых взглядов. Как вы приехали, когда вы приехали сюда? В 88-м прозвался служить сюда, из Казахстана. В 88-м году это был еще Советский Союз? Да, в Пресвятский Союзе. Но потом как бы снова уехал домой, приехал уже в 91-м сюда. Вот так и остался здесь. С 91-го года вы живете здесь. Скажите, вот где вы работаете сейчас? На лавашном цехе. У вас свой лавашный цех? Да, да. Свой или вы работаете? Нет, мы совместно с Тахером. Делаете лаваш. Да, да. Делаете то, что вы умеете лучше всего. Да, да. Делаете, развозите, продаете. По магазинам, да. Отношение людей к вашей продукции. Вроде бы хорошо. Все им нравится. Хорошие отзывы. Скажите, вот вы приехали в Артемовский. Вы приехали еще неженатые, наверное. Нет. Как вы выбрали жену себе? На работе. Это наша? Да, местная. Местная? Местная русская девушка, да. Как она отнеслась к тому, что вы мусульманин? Нормально. Нормально отнеслась. Потому что она меня ничего плохого не видела. Как бы в отношениях и в разговорах. Она только услышала от меня добрые слова. Какие у нее сейчас обязанности, как жены мусульманина? Это первое. Второе. Вот когда она выходила за вас замуж, она должна была принять мусульманство? Нет, не обязательно это в исламе. Но она сейчас приняла. Но она приняла, потому что она в этом убеждена, что это правильно. Как бы понравилась эта религия ей. Что это ничем не отличается от других религий, потому что религия, Бог-то один. И что все посланники были одного Бога. Что они не проходили от разных Богов. Потому что Земля одна. И Солнце одна, и Луна одна, и Бог один. И не может быть, что разные Боги быть. И как бы вот она приняла ислам, потому что ей понравилось. Сама религия ислам. Что она призывает к добру. Хороший отношение к детям в исламе. Хороший отношение к жене. Сколько лет вы живете совместно? 15. 15 лет вы живете совместно. Сколько у вас детей? Ну, совместно двое, а с ее три. Я ее взял жену, у нее был еще ребенок двухлетний. Значит, сейчас старшему 17 лет уже. Да. Как он к вам относится? Хороший относится. Вы воспитываете детей, учите их исламскому этикету, историю пророков рассказываете, отмечаете мусульманские праздники. Как вы вообще живете? Ну, так же, все и так же. По исламу все и так же. Но ничем, как бы, как сказать, от этих светских законов тоже не отказываемся. Потому что мы живем же в этой стране. Мы не имеем права, как говорится, разделять эту страну как-то. Что этот закон отдельный такой, потому что это Российская Федерация, закон Российской Федерации, она ничем не противоречит шариатам Аллаха. Шариатам закона Аллаха. Она не противоречит. Из-за этого, то, что у нас есть паспорт гражданин России, это как договор. Как договор мусульманина с светской государством. Что мы не имеем права нарушать это законы государства. Мы должны полностью придерживаться законов России и не имеем права нарушать. Если мы ее нарушим хотя бы один закон, мы уже противоречим религии Аллаха. Это уже. Это сам поступок уже противоречит религии Аллаха. Скажите, вот вы стали россиянином, да, на сегодняшний день. У вас друзей много? Да, друзей много, да. Друзья только, вообще обычные люди друзья или мусульмане? И мусульмане, и обычные люди. А много у нас мусульман? У нас вообще нет в принципе. Ну как-то, у нас как-то дома штатар уже много. В нашем городе, в основном, мусульмане, это татар и башкир. С ними как у вас отношения? Хорошие отношения с ними тоже. Вот скажите, вот мы коснулись семьи, согласно шариата, у мусульманина может быть несколько жен. Давайте, я понимаю, что вы, как российский гражданин, сейчас не имеете права на многоженство. Но, в целом, расскажем, даже само по себе многоженство у мусульманина подразумевает что? Ну это как многоженство, для чего было вообще? Это же была история, когда мусульман, это частые войны происходили во время посланника Аллаха. И умирали мужчин много. И женщины оставались, сироты, сироты, вдовы женщины и дети сироты оставались. Чтобы их, это, чтобы они не оставались одни. И Аллах не спасало в Коране такого разрешения, чтобы жениться на одной, на второй, на треть, на четвертой. Если опять, опять... Аллах там же говорит, но, если вы к ним отнесетесь справедливо, имя в виду, что одинаково должны их всех обеспечивать. Обеспечить как бы и жильем, и пропитанием, и одеждой, и хорошо к ним относиться. Справедливо к ним относиться. И отношения. А если нет, Аллах говорит в Коране, а если нет, то вы жениться только на одной. Если вы не имеете возможности содержать там пять семей, Содержите одно, но чтобы она была в добром здравии. Потому что за это суд не был спрошен, а за жену, за детей тоже. Вот смотрите, у вас в исламе существуют такие религиозные обряды, которые нужны в пятницу, когда вы обязательно должны соблюдать коллективную молитву джума-намаз. Каждую пятницу, это как вы, как сочетается с вашей работой, как это, где это? Это же коллектив, значит, где-то в мечети. Да, у нас есть мечеть, сейчас, слава Аллаху, как вот это, Тагир построил. Дава за всем Аллах, благом за это. Это на Булнаши? На Булнаши, да. Я такое отчество, не помню как. И много вас там собирается? Ну, немного, это как бы сейчас человек может от силы 10 собирается. А какие празднования там еще проводятся? Ну, это Курбан-Бэрон. И как бы там, когда жертвоприношение, тоже там, значит, три праздника. Ну, вот смотрите, вы говорите о праздновании. Ну, вот празднование у нас всегда, почему-то, мы говорим, когда про мусульмана, значит, шашлык, это значит, баранина, это что-то еще. Скажите, вот вам, мусульманам, положено есть только халяльные продукты. Что такое халяль? Ну, то, что зарезано именем Аллаха. И то, что Аллах, это как бы то, что запретил Аллах, это Аллах запретил мертвечину, кровь и свинью запретил. А все остальное дозволено Аллаху, то зарезано именем Аллаха. Ну, то, что не зарезано для идолов там, не зарезано для идолов там, для нагадания стрелок, а с той стороны дозволено. Дозволено мясо христианина, христианин и иудеи, иудеи, кто, дозволено это мясо. Ваша еда дозволена им, Аллах говорит, а их еда дозволена вам. Это же о чем само говорит, даже вот этот сам аят в Коране. Объединение, да. Объединение, да, то, что не разделяйтесь, Аллах тоже не делает так, чтобы ненавидели там, например, других вероисповеданий. Даже о другом аяте Аллах говорит, не ругайте их религию, ибо они будут ругать по невежеству Аллаха. То, что сейчас происходит, как бы из-за этого, почему идет такое отношение к мусульманам? Потому что показывают массу информации, как невежественных мусульман, которые бороды отрасили, как бы там, штаны подкоротили, а как это внутри у них больше всего гнили, чем на самом деле естественное религию. И они вот творят, что это беспредел вот это. Это опять же на руку политикам, чтобы разделить мусульман. Людей разделят. Да, и людей, и мусульман тоже разделят. Это оно и то же, если мусульман разделят, одновременно и людей разделят. Потому что если мусульмане разделятся одновременно, ему и люди тоже разделятся. Ну, нужно разделить. Ну, у нас же есть такой принцип – разделяй и властвуй. Люди, когда объединены, плохо властвовать над ними. Значит, людей нужно разделить сначала по религии, по цвету лица, по национальности. И после этого можно будет просто с ними расправляться и делать все, что хочешь. Значит, в принципе, мы ничем не отличаемся друг от друга. У нас одни и те же проблемы. Мы живем в одном и том же городе, в одних и тех же городах, в одних и тех же поселках, в одних и тех же селах. Мы тоже, у нас у каждого есть семьи. Мы все хотим, чтобы наши семьи жили в достатке и достойно. Вот ваши дети, они в садик ходят вместе со всеми? Да, конечно. И как они относятся? Как дети к ним относятся? Другие? Я различий вообще не вижу никаких. Никаких различий не вижу. А вот то, что жена ходит по ранджи, она же ходит у вас по ранджи? Да. Ну, как по ранджи? Хиджаб называется. Хиджаб? Хиджаб имханжа – это когда, например, полностью накидка, которая закрывается полностью, как бы, лесу, там, все это, как бы, это, как бы, отдельно уже хиджаб. А хиджаб – это, как бы, это перевод на арабский язык, это скрыть, значит. Скрыть своей красотой, имеется, от внешних взглядов, как бы. В этом тоже много есть пользы, просто большинство женщин этого не понимают. Потому что сейчас есть, люди же не знают, что такое сглаз, что такое колдовство, например. Большинство, почему люди болеют раком, большинство людей-то не знают, потому что Господь, что я замолчу, значит, что для нас хорошо, что для нас плохо. И это Господь скрыть. Опять, с другой стороны, в этом скрытии есть много блага, как и для других женщин тоже. Например, она скрыла свою красоту, и другой мужчина, например, не видит ее красоту ног. И он только наслаждается своей женой, потому что он другую ногу не видел. А почему импотенция? Откуда вот это все? Им от этого есть. То, что видит другие ноги, он проходит домой, смотрит на свою жену, увидит свою жену ноги, а вот он красивее. Да, и начинает сравнивать. И потом отсюда и начинаются разводы, и все. А в исламе, почему Аллах ему запретил точно красоту показывать? И для этого и запретил, чтобы не вредить другим. В нем благо, для той же самой женщины много блага. Потому что он скрывается. Скрывается от внешних взглядов. Ну, это с одной стороны может быть и благо, но с другой стороны, это привлекает у нас в России, это привлекает внимание. Хиджаб, это в принципе, у нас не каждая женщина ходит в хиджабе. Вот я, увидев женщину в хиджабе, у меня какие-то, ну, она обозначает себя, наоборот, она обозначает, она не скрывается, она обозначает, и она привлекает внимание. Как вот она первое время рассказывала вам, что какие-то, как к ней относились? Ну, она первое время, как и вся любая женщина, конечно, первое время, но она знала, что это же обязанность перед Богом в первую очередь, потому что мы же все к Нему вернемся. Если мы будем искать довольство людей, это не наша обязанность, искать довольство людей. Наши обязанности, довольство Бога, Бог один, а людей много. Например, мы не можем, как всем быть, чтобы все были нами довольными, потому что много людей и много мнений, а Бог один. Наша цель, не цель, чтобы люди были нами довольны, наша цель – довольство Бога. А Бог есть мир. В переводе «Ислам» – «Салям» – «Имя Аллаха». В переводе он называется «Мир» значит. А тот, кто послал Коран, и до этого он послал Инджиль, Евангелие, и до этого он послал Тору, Таурат на арабском языке, во всех этих книгах нигде не пишется про насилие. Ислам тем более. Ислам – это религия. Самая из всех религий – это самая милостивая религия. Просто из нее сделали жестокую религию. Хочет подать ее на жестокую религию. Они воспользовались этим и преподнесли людям свой ислам. Начали преподавать по-своему. Все так, что в оконцовке появились всякие секты, как вот эти хавариджи, которые, например, кровь мусульманинам дозволена, если даже маленький грех совершит, кровь христианина дозволена, мечети, церкви им по барабану, что бы то. Они все рушат то, что сейчас происходит. И это было во время послания Аллаха. После послания Аллаха появилась первая секта, как бы хавариджи. Они и сейчас есть, вроде ИГИЛа. Они вот как бы то, что сейчас. Например, если даже посмотри историю, 700 лет халифат был, 700 лет. И церкви же до сих пор стояли. До сих пор ни один мусульман не провел кровь священника или христианина. Или даже когда Умар, да будет доволен Аллах, когда захватил Иерусалим, когда его не захватил, он просто зашел туда. Они его сами упустили, в виде их нрава, их поступки. И когда ему священник сказал, заходи и читай молитву в церкви, в храме, он сказал, я не буду это делать. Он говорит, почему? Я боюсь, что после меня мусульмане зайдут и разрушат все, и сделают мечеть из нее. Из этой я это не буду. И он ни одну утварь оттуда не вытащил. Она ее оставил в таком положении, как он есть. И он построил новую мечеть, отдельную мечеть. Это о чем говорит? Что хорошее отношение мусульман с христианом. Мы должны сотрудничать с христианом. Конечно, конечно. Господь-то и научил это. Они же последователи Иисуса. А Иисус у нас уважаемый, любимый пророк Аллаха. Как мы можем разделять его последователи и ненавидеть их? Исфат, скажите, в исламе очень много непонятного для нас. Например, месяц Рамадан праздник. Когда можно принимать пищу только в темное время суток. Почему в темное? С чем это связано? Днем же ты активно образ жизни ведешь. Например, ты энергии, силы столько тратишь. Но в этом Господь испытывает нас. И как бы мы воспитываемся. Воспитываемся. Это месяц Рамадан, это месяц воспитания и испытаний. Он воспитывает твой дух, твой нрав. Ты удерживаешь себя от, например, от постаренных взглядов. Не отпускаешь взгляды, например, куда нельзя смотреть. Потом контролируешь свой язык. Контролируешь, не злишься, не нервничаешь. Говоришь только доброе. И делаешь, что в этом месяце много добра делаешь. И этим ты воспитываешь в месяц Рамадан. Чтобы ты в дальнейшем так же жил. Ты понимаешь, что ты можешь жить хорошо, принадлежить добро. И тебе это начинает нравиться. Да, здорово. Вот скажите, а как должен себя вести хороший мусульманин, по-вашему? То есть человек, который соблюдает жизнь незаконной шариаты? Не вредит никому. Даже хадис посланника Аллаха, этого достаточно было бы. Одного даже хадиса, потому что посланник Аллах сказал. Лучший из моей общины тот, кто не относится ко мне, тот из нас. Зла от которого не защищены люди. А зла от которого не защищены люди. Не мусульмане защищены, а люди именно. Имеется в виду, что все, независимо от того, что он мусульмане, не мусульмане. Он не относится ко мне, посланник Аллах. Если от него не защищен, от его зла не защищены люди именно. Это хадиса достаточно, что мусульманин нес только добро. Соседу, быть у соседа, с кем общается, с кем не общается. Мы же не до этого пришли на этот мир. Это же не такой короткий. Неужели мы пришли сюда, чтобы... Когда у нас после времени зла творить? Мы пришли в этот мир, чтобы добро нести. Зла и так достаточно. Мы пришли сюда. И так же воспитывать в духе добра. Это существует такая... Есть такая притча, что человеку осталось жить там час. И вот в этот час он никогда... Вот представьте, что человеку осталось жить час. В этот час он не будет заниматься злом, он не будет делать какому-то покости. Он будет стараться успеть сделать что-то доброе. Только люди, помните, что ваша жизнь бесконечная. И этот час может быть последним. И не нужно творить зло, нужно творить добро. Да. Вот это все религии призывают к этому. Потому что религия, что еще раз, что-то одного Бога. А Бог – это тот, кто милостивый, которого он терпит все. То, что делает. Столько зла на земле. Он говорит, Аллах жретко ранее. Если я бы наказывал вас за ваши грехи, то на земле бы не оставил ни одного злого человечества. Если бы не животные, а так бы ни одного злого гнязда. Исфат, я бы наказывал за каждый грех ваш. Исфат, вот до 80-х годов вы жили в Казахстане. Да. В мусульманской семье? Как вас воспитывали? Какая семья у вас была? Ну, как мне мать, как бы домохозяйка была. Отец работал, как бы, кармачом. Как бы, это… Ну, это было в Советском Союзе? Да, в Советском Союзе. В Советском Союзе, да. Мы жили в единой стране, которая называлась Советский Союз. Да. Сколько у вас детей было в семье? Вместе с родителями 11. Девять детей. Скажите, вот сейчас вы поддерживаете с ними связь? Как они живут? Как они… Да, позвоню, нормально. Где они живут? Там остались? Там же, да, подостанет. Ну, кто? Кто в Ташкенте, кто? В семье… В семье… Какие они семьи? Большие, такие же? Ну, у меня, как бы, старшие… Нет, там, часто, как бы, небольшие семьи у всех. По два, по три ребенка. И как родители. Светские уже были. Да, и как родители, да. Другие ценности. Да, и другие ценности, да. Вот скажите, еще последний вопрос, наверное. Как, что вы хотите сказать нашим жителям, что вы… От чего вы их предостерегете, можете предостеречь? Вот что вы, как вы считаете, что нам нужно делать сейчас? Плохо, чтобы жизнь стала, в общем-то, тяжелая. Терпеть, в любом случае терпеть надо. Потому что терпеть, пока Господь не облегчит нам жизнь. И самим справляться. Если мы сами исправимся, то и Господь исправит наше положение. Пока мы будем друг другу завидовать, пока мы будем, как говорится, друг другу ненавидывать по национальным признакам, надо будет разделять по религиозным признакам. А за нами же Господь наблюдает. Это не люди нам мешают, как говорится. Это наши грехи нам мешают, как бы, жить хорошо. Если мы оставим грехи, самый главный грех – это зависть. Потом национализм. Потом это разделение на религиозных основе. Господь же один, Он же дает нам пропитание. Если мы были хорошие, то и Господь дал власть нам хорошая. И какой народ, такой и власть. Такая и власть. Когда народ изменится, и глаз тоже изменится. Это мое пожелание народу, чтобы люди изменились сами, чтобы несли добро. Не для этого мы пришли на этот мир. Мир короткий, он быстро закончится. А завтра мы встретимся с Господом. А что мы ему скажем? Когда мы с Ним встретимся. Будет ли что у нас сказать? Да. Спасибо, Исфат. До свидания, уважаемые телезрители. Сегодня в гостях нашей программы был Исфат. И напомню вам, что по данным агентства Интерфакс, среди жителей России 75% православных христиан, 10% убежденных атеистов, и только 8% мусульман. Ну и приблизительно около 1% или чуть меньше католиков, протестантов, буддистов, иудеев и приверженцев других религий. Вот так что помните об этом, потому что у нас, мы все люди, по идее, и вот всего доброго вам, уважаемые телезрители, давайте будем уважать людей любого вероисповедания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова